Здравствуйте, Андрей Широков, Клуб Эфиопрода Целитель. Мы говорим о здоровье, конкретно сегодня произошел такой случай. Я нагнулся, чтобы купить, не для того, чтобы посмотреть, не нагнулась ли ты. Нагнулся, и даже не для того, чтобы сесть на огурец, но для того, чтобы купить домашние огурцы. Вот, и сидела там же женщина погибельного вида. Я не думаю, что она там как-то особо старше меня, наверное, моего возраста. Ну, выглядела она, конечно, как бы моя мать, но с того света. А реально она выглядела похоронно, то есть это огромные черные подглазники, жуткие. Да, у меня тоже там не все в порядке под глазами, но в остальном у меня не было того, о чем она рассказала. Да, то есть вот как бы не разогнуться, жуткие спазмы, желудок болит, все рези. При этом она упомянула, что да, она много ходила по врачам, отдала много денег в медицинские центры. Ну, когда я уже сказал, что, ну, извините, мне надо вас консультировать, это платно. Она сказала, да что платно, я уже столько денег угрохала, как бы, и ничего. Сходила вчера к гомеопату, стало еще хуже. Ну, я говорю, это не страшно, вообще-то это обострение, да. То есть он вам провокацию устроил. Ну, ладно, она этого не поняла. Вот, но все-таки, вот чем помочь быстро, да. И сейчас мы обсудим, пробежимся, чтобы можно было порекомендовать из, к примеру, нашей фитоаптеки. Здесь я проконсультировался у нас с нашим менеджером Дмитрием. Я вообще вот рекомендую вам, если вот вы хотите какой-то быстрый результат, вот пока что вы не хотите лазить в глубинные какие-то причины. У Дмитрия за много-много лет работы, а он напрямую работает и с пациентами, и с клиентами в магазине. Он прекрасно знает, что реально работает, да. И вот он мне помог, кстати, здесь кое-что. На самом деле я и так и знал, что я хочу здесь назначить. Но он подтвердил, что вот это вот точно работает в таких случаях, да. Вообще-то, по-хорошему, надо идти на консультацию, смотреть. Может быть, там паразитарка идет. Она упомянула, что, да, и панкреатит ставят. Ну, то есть там спазм головки 12-перстной можно уже увидеть. И мы сейчас с вами посмотрим не только вот по фитонаправлению, что можно дать. Но вообще-то здесь, конечно, будет и мы вспомним нашу любимую троицу Шишова, Божьев и Агулов. И возьмем там тоже то, что точно даст облегчение. И, значит, вот сейчас мы с вами посмотрим, что до консультации можно здесь вот... Что хорошо вообще иметь в аптечке. Значит, здесь сразу обязательно сорбенты, да. Первым делом это гемосорбент. Причем здесь вот при таких желудочных коликах больше назначают именно 30-ку, 30%. Это гемосорбент, изостерия, лимфосорбенты. Я бы взял не только IQ панкреа, например, который рекомендует наш менеджер. Ну и дополнительно и лимфосорбент базовый. Лимфосорбенты здесь не испортят. Погоду точно не испортят. Значит, энтеросорбенты хотя бы три вот вида. Ну, минимум это хотя бы взять три мхаи, да. Они все здесь разные. Они немножко по-разному работают. Вот. По сапционной части вот мы разобрались. На экране она есть, да. И три мха, голубая глина, полихит из панциря крабовых. Отдельно я бы выдел препараты за глии. Ну, там есть определенные экстракты. Это Саширомед делает. Здесь и глиетоник. Вот, например, с кукурузными рыцами подходит. И гастренит. Там тоже есть это зааглеет. Тоже это работает. Причем вот менеджер говорит совместно как раз. Вот это хорошо вместе работает. Значит, работает. Замечательно. Оно не вылечит. А если там аскоридоз, например, да. Кстати, ну вот эти жуткие подглазники, конечно, говорили о том, что да, там идет какой-то жуткий токсикоз. Там, скорее всего, и по шее идут спазмы, застой венозный в венозных синусах, твердой оболочки головного мозга. Надо смотреть, что там почки, соли, что по печени. Да, мы сейчас вот с вами обсудим просто первую помощь. Я вообще обязан оказывать первую доврачебную помощь по образованию. Ну вот, буду ее оказывать, как умею. Значит, спазмы. Снять бы спазмы. Здесь достаточно взять гипотензим с байкальским шлемником. Можно присоединить и временно препарат секрет бобра. Но иногда секрет бобра может вызвать и некоторое обострение. Хотя это чистка будет, но вот там, скорее всего, с желчными путями еще проблемы. Вот у меня в свое время плохо уже было от секрета бобра. Кому-то, наоборот, лучше. Но вот это на консультации, либо сам человек себе, либо вот кто вам умеет подбирать. А в нашей команде, кстати, люди, я смотрю, все активнее уже умеют подбирать себе, проверяют. И, то есть, тут вообще в нашем проекте можно идти на консультацию. Не только ко мне, вообще-то. Выделительные системы. Ну вот здесь я бы вместо клизом, да, сделал бы цунаном эффектом. Поскольку она уже не первый месяц мучается. То есть, тут не обязательно пятиминутный эффект. Она подождет, пока заработает цунаном эффектом. А он там, по-моему, через несколько часов заработает. Вот. И там 5 дней будет такого послабления. Это будет куда полезнее, чем сейчас устраивать. Ей так плохо, у нее сил нету. А ее еще как бы устраивать ей такую ударную как бы чистку малоэффективную. Не нужно. Я бы сюда добавил бы по стимуляции выделительных систем. Мягкое средство, расторопший овес капсулы ЦО2 экстракта. То есть, ну вот, из такого самого главного. Она не рассказывала еще о каких-то жалобах. Но, кстати, даже если бы там была головная боль, вот, спастические такие, на токсикозе. Гипотензин здесь как раз хорошо работает. Я сам в свое время, вот когда у меня были похожие ситуации, спасался гипотензином. Значит, но это мы с вами посмотрели фитонаправление предварительное. Теперь по поводу того, что мы можем взять, например, Ольги Шишовой. Это дыхательные практики дают быстрый уже эффект. Эффект поклоны, лимфомассаж, лимфодренаж и подключичные области, и паховые области. Ну, из такого вот самого важного. Работа с животом. Ну, по работе с животом здесь, конечно, уже по голову. Мы смотрим, это правка живота, висцеральный массаж живота. Ну, здесь надо быть осторожнее. Там есть противопоказания, потому что там либо могут быть проблемы с аортой, например. Либо если там камни у нее в желчноводящих путях, например. То здесь лучше, конечно, чтобы работал профессионал. С камнями-то можно висцералкой, кстати, дать облегчение. И вообще даже помочь их родить. Но это должен быть уже человек, который либо и натренирован, и вообще чувствует, что он делает. Тут важнее это быть таким интуитом. Значит, это по голову. Естественно, сейчас никакого чеснока по голову не надо. И мочу в попу там вот у него тоже было. Сейчас вот эти вот ударные методы его любимые. Вот это вот все шранк Паршалана. Но это уже доктор Божьев, да? Значит, что возьмем у доктора Божьего тогда? Три из тройки наших любимых натуропатов. У доктора Божьего это будет расслабление, упражнение на то, чтобы снять напряжение. Ну и, кстати, он упоминает, правильно, снижение стресса. Потому что человек поддерживает эту патологическую ситуацию стрессом, да? И вот этим как бы агрессией. Ну тут надо работать уже по метафизике. Вот. Ну пока нету диагноза, да?